Пожалуйста, объясните! Слушайте, если бы я увидел бы такое просто листая ленту, все там кричали, ой, у нас самая лучшая приставка, покупай у меня, заходи! Идёт, идёт, там где-то вокруг Макдональда пошёл, а там лес. Всем привет! Вы на канале Типа Топ, меня зовут Дима, и мы продолжаем расширять грани реакций. Сегодня у нас реакция на канал Мистери Форс, видео под названием «Странная и жуткая реклама на ТВ». Бежим её скорее смотреть, но перед началом обязательно подпишись на канал и забегай в мой Телеграм, я всегда там пишу, когда выйдет следующая реакция. Подписывайся и погнали! Как я понял, вам понравился ролик с жуткой рекламой. Дело в том, что жуткой рекламы-то ещё очень много, а существуют ещё рекламы странные, пошлые, мобильные. Поэтому я нас поздравляю, у нас, кажется, разблокирована новая рубрика. ЧЕГО?! Вообще, я думал... Вот и скажите мне, эта реклама чего была? Просто ради интереса, сейчас тыкните на паузу и напишите в комментариях, чего это могла быть реклама. Начать с чего-то лайтового, но потом решил, что вы выключите, если после первой рекламы будет какая-то стерильная страшилка. А вот гипец Мурфиков то, что маркетолог прописал. Ещё и с таким шокальным качеством. Выглядит так, будто это, ну, что-то из категории тех роликов, Что передавались в нулевых Но нет, это был реально рекламный ролик Который вообще-то был за защиту детей Проспонсирована реклама организации ЮНИСЕФ Я тоже впервые услышал, только когда посмотрел Поэтому рассказываю кратко ЮНИСЕФ это международный фонд помощи детям Основанный сразу после Второй мировой войны В 1946 году Но при чем тут, блядь, смурфики Вы, наверное, хотите спросить Директор компании объяснила это, ну, вот так За 35 секунд мы хотели показать взрослым Насколько ужасна война, проникнув в их детские воспоминания Звучит, если честно, как план пытки Но ладно На самих детей реклама не была рассчитана Поэтому пускали ее только после 9 вечера И, как говорит представитель ЮНИСЕФа, Филипп Ну, слушайте, давайте будем честно Не всегда дети ложатся спать после 9 вечера Иногда остаются прям на ночь И там включают телевизор на определенные каналы Если вы знаете зачем Что, кстати, я не одобряю Не одобряю, не надо этого делать Энон, а такой метод стал очень эффективным Так как компания получила ебутое количество откликов Ну, я перефразировал, но вы поняли Ну да Следующая реклама Так уж, получилось, тоже про детей Дальше будет про иду игровые приставки Поэтому вы не переживайте Разнообразие присутствует Да что это? Хрупкое детство называется Рекламный ролик И на сегодняшний день он собрал уже 8 миллионов просмотров Реклама вроде как крутилась в Финляндии Слушайте, если бы я увидел бы такое просто листая ленту Там, не знаю, в ТикТоке сидя в туалете ночью Я бы так сразу и выдал все, что на гора Но стало популярной после загрузки на Ютуб и в остальных странах Тут нам показывают детей в окружении Криповых взрослых А в конце рекламного ролика появляется надпись Как дети видят нас, когда мы выпившие И да, это социальный ролик, который был направлен на помощь от зависимости И пугает здесь, наверное, больше всего правдоподобность показанного Бухой батя приходит за ребенком Слушайте, ну это правда Давайте честно Не будем уточнять откуда, что и как Просто я с этим соглашусь В детский сад забирает его домой Где тот будет слышать крики, драки и вот все тому подобное Конечно, становится не по себе от такого Особенно от осознания того, что ребенок даже не может попросить нормально о помощи Ведь есть риск того, что проблема не решится, а только будет хуже Потому что если родитель узнает, что на него пожаловалось Его чадо дома будет еще больше пиздец А потому ребенок делает вывод, что как бы да, лучше помолчать Лучше быть тихим дома и делать вообще все, что говорит родитель желательно Я уверен, таких историй очень много и среди моих подписчиков К сожалению, у кого-то это выливается в какие-то комплексы У кого-то в страхе, у кого-то еще в что-то Ну, проблемы у всех индивидуальные А потому для решения проблем не всегда подходят Какие-то универсальные советы, которые вы можете найти на каких-нибудь сайтах Они даже могут вам навредить Потому что вы можете прочитать, воспользоваться этим советом Он вам не поможет И вы подумаете, что вы совсем обречены Вы какой-то, я не знаю, сломанный человек И ничего вам уже не поможет Поэтому лучше всего, конечно, работать с человеком Который смотрит на вашу жизнь со стороны Желательно с квалифицированным человеком, конечно же Я абсолютно случайно, я хотел сказать что-то вам А там реклама подъехала Не, ну слушайте, это прям просто удача Хотел сказать про то, что специалистов квалифицированных Еще найди иногда Вокруг себя, вокруг... Вообще в своем городе иногда, в стране Что ж, как и обещал, еда Вообще реклама еды это та еще тема Потому что, ну, как бы, когда ты представляешь рекламу фастфуда Ты ожидаешь увидеть огромный смачный бургер на весь экран Потому что не всегда это хорошо Так как банально Бургер, он, знаете ли, у Тимати был бургер Нужно что-то броское И, быть может, даже сюрреалистичное Именно такое техническое задание, я уверен, давали рекламочкам Макдональдса Потому что вот что они сотворили Такую рекламу пришли для пищи Так, давайте честно Ну, кого тоже развалил этот смех Прикните лайк под моим видео В восьмом году И, согласитесь, первым делом ты вообще не понимаешь Причем здесь Мак Какой-то мужик с длинным носом смеется Пока камера передвигается по его носу На конце которого Сиамскими... Этот же мужик Но, на самом деле, реклама просто намекает вам на то Что нужно делать первым делом после пробуждения Хлебнуть кофеечка В каком это нафиг месте Мы должны понять, что там про кофе Кроме, конечно, дальше перетекания того же Типа там кофе, крошечка Причем тут нос? Почему он соединен с другим смеющимся мужиком? Пожалуйста, объясните Тут вода, кстати А еще хотел бы показать вам, с чего начиналась Рекламная кампания Макдональдса Это, кстати, Рональд Макдональдс А тут могла бы быть шутка про то, что он не вписался в деревню дураков Но я не придумал Короче, я не знаю То ли бюджет рекламы был тогда какой-то ебнутый То ли просто времена были такие Когда еще не придумали нормальный клоунский нос из поролона В любом случае, это выглядит стебно и жутко одновременно Жуть и, наверное, гоняет вот этот вот VHS эффект Вы еще накинете туда эту же дорожку с этого видео Только перевернутую, поняли? Все, можно где-то там и кончиться Я вообще очень люблю ужастики Я, по-моему, все хорошие ужастики уже пересмотрел Но если вы знаете какой-то Обязательно напишите, но только хорошие, пожалуйста Но если бы это был только эффект То я бы, конечно, не стал рассказывать вам об этой рекламе Тут было кое-что еще По сюжету Рональд катается на коньках И подъезжает к ребенку С которым начинает разговор А тот говорит, что мама вообще запрещает общаться с незнакомцами На что Рональд отвечает, что он не незнакомец Он Рональд Макдональд После он еще дарит ребенку три гамбургера А в следующей сцене, схватив пацаненка за руку Рональд ведет его в Макдональдс Не знаю, как именно видели эту рекламу ее создатели Но выглядит она так, будто бы просто клоун похитил только что ребенка Да, Макдональдс, он движется в сторону Макдональдса Мы не видели, что он заходит в него, правильно? Идет, идет, там где-то вокруг Макдональда пошел, а там лес Наверное, одна из самых шокирующих лично меня рекламных кампаний была у PlayStation Нет, конечно, есть намного более ебанутой рекламы Но чаще всего это только когда речь заходит о каких-нибудь японских чипсах Японском шампуне или там японских маналатках А как по большей части удивление от восприятия То есть сейчас PlayStation воспринимается как аккуратная стерильная компания Которая максимум как может удивить это позвать девочку, которая играет Элли в Ласт оф Ас Играть в VR и в Gran Turismo Но тогда, когда PlayStation только зарождалась Ей приходилось выделяться на молодом, но уже устоявшемся рынке консолей Что, кстати, интересно, рекламную кампанию Sony запустили за год до выпуска консольки И, надо сказать, реклама была очень грамотной В то время как все, кто существовал на рынке, кичились своими техническими характеристиками Рассказывая о битности своих приставок и о их процессоре Что как бы нахуй никому не всралось Sony просто скромно показывали в своей рекламе геймплей их игр Молодцы Потом в другом ролике они скинули в пыльный ящик консоли Super Nintendo и Mega Drive И пока они летели туда, закадровый голос говорил, что пора прекращать играть в детские игрушки И нужно уже как бы переходить на самую совершенную игровую консоль во вселенной Ну, кстати, по поводу Dendy я бы защитил Потому что я в свое время, Dendy и я, это одно целое было У меня их было две В Super Mario играл с утками И в игру с утками я тоже играл Там был отдельный типа джойстик, который выглядел как пистолет И ты вот направля... до сих пор не понимаю, как оно работало Ты направлял на телек и стрелял в уток, которые летят по телеку Как, мать твою, ты понимала приставка? В какую сторону я направляю этот пистолет? Она же не выку... это ж не сенсорные экраны сейчас Вы прикиньте, это было когда в начале двухтысячных Тогда ни черта не работало нормально И ты направляешь, как оно было... ну не понимаю до сих пор И вот, когда на рынке уже были консоли Atari, 3DO от Nintendo и Sega Saturn Выходит первая PlayStation И оказывается впереди по всем показателям Виной всему цена, которая была ниже конкурентов Плюс отличная стартовая линейка игр Плюс отличный маркетинг, который со временем стал очень странным и дерзким Конкуренты, в свою очередь, тоже не спали Вот такую вот рекламку замутили Xbox Где человек в костюме и в очках Что явно должно, видимо, говорить нам о его компетентности Показывает нам... Вы поняли, да? Провел аналогию к себе Они между собой ленте как похожи Как выглядит здоровый молодой человек И какой вид имеет пользователь PlayStation Согласитесь, оскорбительно Но в PlayStation почему-то подумали, что нет ничего странного в том, чтобы показать своих игроков обезьянами Да, я сейчас ничего не напутал То есть я вам пустил пыль в глаза, на самом деле Это был не рекламный ролик Xbox Xbox тогда даже не существовало А так как видимых конкурентов в PlayStation уже не осталось Ну, приходилось воевать с самой собой Ролик имел название «Общество против PlayStation» Где рассказывалось о вреде консоли Якобы, если включишь ее, то вообще оторвешься от реальности И со временем дегенератом станешь Расчет был, видимо, на реверсивную психологию То есть это когда человека подталкивают к тому, что он не желает или желает Путем запрета Сейчас опять же сложно представить, что вообще хоть кто-то одобрит подобный сценарий для своей рекламы Не забьют! Забьют палками, камнями, в интернете заблочат везде, вы шо? Три статьи 18 пожизненных Но тогда было совершенно другое время Это в 95-й год Группа Нирвана на пике А в моде бунтарство и отречение от ценностей белых воротничков Потому когда какой-то умник с экрана телевизора рассказывал о том, что что-то плохое существует в мире Это привлекало особый интерес молодежи 99-й год В свет выходит телевизионный ролик под названием «Психическое здоровье», который вообще хуй мне о чем Посреди какого-то дерьмового офиса сидит девушка с инопланетным лицом и говорит тупо рандомные фразы Догадаться, о чем этот ролик вообще невозможно, пока где-то в конце, где-то внизу экрана не появляется логотип PlayStation Да и то, непонятно, что он здесь делает Сказать, что многих шокировал этот ролик, не сказать ничего Особенно шокировала графика То есть на тот момент она была эталоном Многие люди думали, что действительно девушка с такой внешностью Журналисты даже озадачились найти эту актрису И в итоге в газетах было выпущено интервью с девушкой Как она сказала, ей было всего 17 на момент съемки Она якобы очень увлекалась актерским мастерством И пришла как-то на пробы Ей устроили слушание на роль Но не сказали, о чем, куда и как пойдет этот материал То есть то, что ее так распросят, она тоже не знала Но если что, не переживайте Она как бы не в обидах, она со смехом про всю эту историю рассказывает Я прикиньте, сколько ей бабок отвалили Ты в рекламе у Sony PlayStation снялся Это не просто так Там ройалти до конца жизни, наверное Это вот как, знаете, актеры друзей Они до сих пор получают выплаты за каждую серию Которая выпущена была в сериале Потому что как только где-то ее продали, прокрутили, еще где-то Им отстегивается копеечка И так до конца жизни Хотя еще бы, когда тебе подарили 10 тысяч фунтов стерлингов И вручили PlayStation в подарок Я бы тоже радовался Так, резкое включение У меня тут после фразы про радость Появилась идея порадовать кого-то из вас точно таким же образом Развалить лицо или что? Вот так вот сделать? Ну мне не надо То есть подарить кому-то из вас PlayStation 4 В чем заключается идея? Я разыграю одну консоль среди всех тех, кто подписан на Boost Даже на минимальный уровень подписки Это 150 рублей в месяц Почему не среди всех зрителей? Потому что вас, во-первых, тут очень много Просмотров очень много, получается Зрителей очень много Получается вероятность, она намного меньше выиграть И я думаю, что вам самим будет не в кайф Ну и плюс это как-то будет неправильно То есть есть люди, которые меня поддерживают в финансах А есть люди, которые проходом сюда заходят Оставят мне дизлайки И как-то вот им вручать что ли PlayStation? Ну не то Если даже не выигрывать их приставку То я думаю, вам все равно понравятся вот эти ролики Послезавтра выходит еще один Поэтому я там тоже стараюсь И эксклюзивный контент как минимум вы получите Так что такая идея Но это еще не конец После ошеломительного успеха первого PlayStation Бюджет на раскрутку второй был практически, наверное, безграничным И так как мы с вами уже проследили любовь компании К необъяснимой дичи на экране Думаю, вы не удивитесь, когда узнаете, что на роли режиссера Своя реклама они выбрали Ну типа поняли прикол, да? Не важно, что там происходит Даже можно себя вставить Он будет органично смотреться Да, такая вот рекламка Которая подсказывает мне Что несмотря на безграничный бюджет Которым обладала PlayStation Условия все же диктовал Линч И главное из этих условий Никаких условий в его сторону Либо я делаю, что хочу Либо ищите другого режиссера Вот так Не, слушайте И вот как понять, что это была реклама PlayStation? По гусю? По мумии, которая лежала сбоку? Такое, если бы крутили по телеку днем Я бы и днем тоже выдал все на гора Оуу, май гад Это же рандомный комментарий Рекламу какого продукта Ты запомнишь на всю свою жизнь? Напиши в комментариях Так он, наверное, сказал Потому что, ну, если это было не так Я не представляю, каким образом он объяснил PlayStation Что то, что он снял, это классно Вообще, у Дэвида Ринча, на самом деле Было несколько рекламных роликов для PlayStation Это я вам показал просто самые сюрреалистичные, странные, страшные и так далее, но были и вполне себе, ну, пойдет. Однако вот я могу отметить еще вот этот ролик с собакой, где собака просто на протяжении всего рекламного ролика будет лежать на полу в достаточно мрачной какой-то атмосфере. И поначалу тебе вообще кажется, что она умирает, но потом понимаешь, что она просто, наверное, спит и дергает лапками во сне. И якобы, наверное, суть заключается в том, что вы тоже купите себе приставку и даже во сне будете продолжать в нее играть, потому что так она вам нравится. А это уже реклама PlayStation 3. Вышла она до выхода конс... А у них все нормально там с маркетинговым отделом, скажите, пожалуйста? Они под что заточены? Под то, чтобы их зрители боялись их? Смотрите, к PlayStation вопросов нет. Я как бы плойку уважаю, у меня самого нет, но тысячу и тысячу раз играл в разных местах у друзей или еще где-то. Ну, кому? Ну, шо это такое? Ну, Sony! Хотя, с другой стороны, возможно, это так и действовало. Может, все там кричали, ой, у нас самая лучшая приставка, покупай у меня, заходи! Они такие... И все, и хуни купили. Соли в 2006 году, и то, что я показал, это все, что здесь происходит. То есть, ну, вы ничего не пропустили. И скажите мне спасибо, потому что, если бы я не нашел объяснение от одного из директоров отдела маркетинга PlayStation, то, ну, мы бы с вами пошли дальше, потому что самостоятельно я не в силах рассказать вам, про что это было. Но, как объяснил ролик мужчина по имени Питер Дель, основная идея рекламы заключалась в передаче эмоций. То есть, кукла в ролике переходит через огромный спектр эмоций. От смеха до плача и наоборот. И это главное. То есть, вы получите от консоли эмоции. Не знаю, стало ли от этого истолкование кому-то легче, но, по-моему, как минимум два вопроса остаются все-таки открытыми. Первое, что тут делает смех Джокера. Второе, почему кукла называет PlayStation мамой. Также было множество шокирующих всяких... Видос закончился и что я жду от вас Так это обязательно пишите в комментариях Продолжать ли смотреть подобные ролики А если вам понравилось Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Забегайте в мой инстаграм и телеграм А с вами был Дима Типа топ, пока